Почас проведения святочных мероприемств, это обовязковое, аля открытая не меньше урочистая процедура, вынос державного стяга и стяга Следующего комитета, а так само штандарта славы и войскового гоноролуева. У кастричнику 43-го городский поселок, а пановся в опи-центре Великой Ачиной, Минавита Асюль, почалось и вызволение поднего у сходних районов Беларуси. Для молодых супрацовников Следующего комитета, это и падение не только истории, а и приклад служения родиме. Катерина Жукова в 2015-м закончила Гомельский державный университет, а маль два года служила вольно-наемной. Сегодня следствие Гомельского городского следствия комитета у Павнина, и она знайшла свое призвание. С самого детства я всегда мечтала служить в правоохранительных органах. Осознанно поступила на юридический факультет, закончила университет и пошла работать в ряды следственного комитета. За все время прохождения своей службы я ни разу не пожалела, так как выбор был мой осознанно. Глянусь и оборонять правы и свободы грамадян, интересы громадства и державы, смагаться с любыми порушениями закона, чтоб их не здействовал. Для того, как прочитать весь текст в присяге, необходимо 35 секунд. Олег, это минавито те секунды, которые поделяют жизнь на до того и после. От их деяния теперь будут залежать леса инших, а тому уголовное потребование до следствия – свышеотказность. При том, что им самим легкой службы никто не обицаем. Работа следователя предполагает не восьмичасовой рабочий день, а и ночью, и в любое время суток. Он обязан выбыть на место происшествия, обязан осмотреть дождь, это слякоть, жара, неважно. Ну и, конечно, в какой-то степени это сказывается и на семью. Не всегда получается уделить семье именно в то время, когда она нуждается в внимании. Может быть, и количество такого внимания невозможно уделить. Разом с принятием присяги до дня перемоги во управлении следствия комитета по Гомельской области промерковали и еще одну подею. В 43-м на Олубском плацдарме отрымливали у знагородных героев Великой Отчинной. Зараз медали за бездокорную службу уручаются епшим следствиям. И еще одна отзнака – новые офицерские погоны, капитаны становятся майорами, майоры, подполковниками. За гадом начальника Следующего комитета Республики Беларусь, двум супрацовникам Гомельского управления присвоено специальное звание керующего состава подполковника юстиции. Офицерам застается пожадать дальнейших службовых поспехов и, когда перефразовать ведомую приказку, нагадать древний той подполковник, який не марить стать генералом. Монумент славы гонорвозволителям улове открытый в 1966-м. В 2015-м его реконструировали. В рамках мероприемцев Следующего комитета сюда складаются вянутки и кветки. Хвили на молчание под гуки метронома и трехразовый залп салютной группы. При вызволении ловищины загинули больше 11 тысяч червонармейцев. Для поравнания – практически столько человек живет на территории района Сёндем. День присяги для удельников урочистостей в выходные. Можно послухать выступления артистов, поспробовать традиционную солдатскую кашу, и сфотографоваться на память. 4 мая 2017 года – еще одна знакомитая дата у истории Управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель», Злоева.